Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить опять о налогах. И у нас в студии начальник отдела администрирования налогов Ирина Петровна Осипенко. Здравствуйте, Ирина Петровна! Здравствуйте! Новые налоги, налоги на роскошь. Вот сегодня мы будем говорить о налогах юридических лиц, налог на нежилую недвижимость. Что мы можем сказать сегодня нашим гражданам, нашим телезрителям? Ну, предыдущая передача у нас с вами была посвящена именно этой теме, но с учетом звонков, посещения налоговой инспекции, много возникает вопросов. Поэтому мы хотели на физических лиц уже перейти, но, к сожалению, все-таки еще поговорим о юридических лицах. Нам до 20-го числа должны сдать один раз. Да, что меня беспокоит, до 20-го февраля предоставляется отчетность. 19-е февраля уже последнее число. К сожалению, на сегодняшний день только 6 юридических лиц предоставили нам налоговую отчетность в электронном виде. Меня вот это количество, конечно, беспокоит. А что будет, если люди не предоставят? Мы вынуждены будем применять штрафные санкции, и в некоторых случаях штрафная санкция будет больше, чем сумма самого налога. Потому что сессия приняла постановление, решение, что от минимальной заработной платы 0,1% всего лишь налога за один квадратный метр. То есть по нежилой недвижимости 1 гривня 22 копейки, это стоит один квадратный метр. Если пройтись по городу Славянску, очень-очень много у нас нежилых строений, зданий. Например, гостиницы, магазины, офисы, турбазы. Все это нежилая недвижимость. Складские помещения. И все за это, если есть право собственности или договор купли-продажи, юридические лица обязаны предоставить декларацию. Например, если у вас общая площадь нежилой недвижимости 200 квадратных метров, налог составит 244 гривни. Если разделить еще на 4 квартала, то до 30 апреля, в течение апреля месяца, плательщик заплатит всего лишь 61 гривню. Но я думаю, это умеренный налог и есть денежные средства, чтобы такой взнос сделать. Если у плательщика 1000 площадь общая, значит, это получается 1222 гривни в год. Также в квартал составит 305 гривень. Поэтому я хочу, призываю плательщиков до 19 февраля подать в электронном виде. Может быть, там какие-то сбои будут или еще что-то, чтобы у вас была возможность или переделать декларацию, исправить что-то. Но, одним словом, не надо затягивать этот процесс. А у вас сейчас базы такой нет, чтобы адресно как-то позвонить, послать сообщение об этом? Ну, это если взять всю базу юридических лиц, всех обзвонить, то это, конечно, объем работы очень большой, и физически мы не сможем этого сделать. Тем более в законе написано, что юридические лица сами определяют базу налогоблажения и предоставляют декларацию. Мы и так, и в средствах массовой информации размещаем статьи, по телевидению выступаем, вы нам помогаете, спасибо огромное. И звонки поступают, тоже смотрят телевидение, говорят спасибо, что выступили, налог новый, мы только сейчас услышали. Поэтому огромная просьба. Я принесла с собой образец, как выглядит декларация. Ее можно найти в номер 735 от 1 июля 2014 года. Она заполняется, где вторая графа тип объекта жилой нерухомости, там считается, что это нежилая недвижимость, и там ставите троечку, то есть это иншая. Графа третья, загальна площадь, тоже ставите общую площадь по документам. Ставка налога, нежилая, по Славицку, это 1 гривня 22 копейки, как я и говорила. Седьмая графа, речная, годовая сумма, там проставляете общую сумму, ну и потом делите на 4 квартала. К этой налоговой декларации, пакетом общим, идет ведомость про наличие объектов недвижимости. Также вторая графа, там троечка стоит, иншие объекты налогообложения. Указываете документ, на основании чего этот объект является вашей собственностью. Место нахождения объекта, также указываете общую площадь, и потом отправляете именно к пакетам. Если какие-то вопросы возникают, звоните 2-31-89, это наш контактный телефон, 108 кабинет. Мы всегда, как говорится, оказываем помощь, консультируем, но время идет, и надо поторопиться. Ну, возможно, люди думают, что поскольку у вас нет базы, то и штраф к ним не придет. Вот где гарантия того, что вы их найдете, собственников этой нежилой недвижимости? При документальной проверке, аудит обязательно будет смотреть основные средства, фонд предприятия, организации. И там все написано. Также в речевых правах мы можем взять информацию, какое предприятие, какой собственностью владеет. Все это можно сделать, конечно, но оно занимает много времени. И зачем наказывать юридических лиц, применять штрафные санкции, когда они сами могут подать, там ничего сложного нет, и заплатить налог. Этот налог идет в местный бюджет, идет на развитие нашего с вами Славенска. Ну, приятно, я думаю, людям пройтись по чистым дорогам, хорошим проехаться дорогам. Ну, я думаю, все-таки не такая сумма приемлемая. Ну, действительно, что сегодня, когда, в общем-то, странно находится в такой ситуации, и экономика не в лучшем состоянии, не в лучшее время, наверное, 60 гривен, потому что, наверное, большинство предприятий, это 60 квадратных метров, ну, многие предприятия. Да, больших площадь. 100 квадратных метров, да, больших нет, в общем-то, наверное, ну, такой большой ущерб экономике предприятия не нанесет. И, наверное, нужно все-таки почувствовать себя гражданами этой страны, чтобы как-то отнестись к этому налогу сознательно. Да, тем более налог это новый, к нему будет пристальное внимание, будут идти контроли с Киева, также базу будут сравнивать, сколько на учете плательщиков юридических лиц состоит, сколько отчеты сдали. И вот эту разницу мы должны будем потом отработать. Ее отработать несложно, ну, займет некоторое время, но хочется же. И, наверное, когда будут в конце года подавать эти налоговые декларации, там будут учитываться, вот, об этом налоге какая-то, будут сведения, там, заплатил, не заплатил? Конечно, оно будет видно ежеквартально. Сначала мы отследим, кто подал, кто не подал, а потом до 30 апреля уже будут видны поступления, кто заплатил вовремя, кто не заплатил. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы плательщики сами и декларации подавали, и платили своевременно, и в полном объеме. Большое спасибо, Ирина Петровна. Пожалуйста. Еще раз напоминаю нашим телезрителям, что у нас в студии была Ирина Петровна Осипенко, начальника отдела администрирования налогов. Большое спасибо. Спасибо.